МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Смоленской области задержан преступник из Калуги. Всем, кто имеет дело со мной, не обязательно иметь образование, увлечение. Все равно применить свои способности не удастся. Уроки по здоровому образу жизни. Нож поднимаются с заднего стола в Бурсанской Камчатке, за которой красно следил постоянный зон. Итоги конкурса – живая классика. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Не так много осталось времени до установления теплой сухой погоды. Как показывает практика прошлых лет в это время в Смоленской области, и в частности у нас в городе, резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора. В Смоленской области участились случаи пала сухой травы. За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали четыре раза. Общая площадь горения, пройденная пламенем, составила около трёх с половиной гектар. Виной тому опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву. Пал – это настоящее стихийное бедствие. И, как показывает практика, зачастую неконтролируемое. Нередко такие возгорания приводят к тяжёлым последствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения. Чаще всего причиной пожара является незатушенная спичка или окурок. Брошенную сухую траву, они в считанные секунды превращаются в горячий ковёр. Большое количество возгорания происходит по причине детской шалости с огнём. Дети не понимают, сколько бед и несчастье может принести травяной пожар. Именно в этот период весной для пожарных служб самая горячая пора. Поэтому сотрудники Десногорского пожарно-спасательного гарнизона обращаются к жителям с убедительной просьбой. Призываем быть вас особо внимательны и осторожны в весенне-летний пожароопасный период. Не следует бросать окурки и спички на землю, оставлять неподушенные костры. Необходимо следить за тем, чем заняты ваши дети. Пресекать любые шалости несовершеннолетних с огнём. Очистить садовые участки и прилегающие территории от мусора и сухой травы безогневым способом. Иметь запасы воды для цели пожаротушения. За нарушение требований правил противопожарного режима в Российской Федерации предусмотрена административная, а порой и уголовная ответственность. Смоленск. В СМОЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СМОЛЕНСКОЕ МВД от коллег из Калужского региона поступила ориентировка на жителя города Людиного 1990 года рождения, который разыскивается за совершение особо тяжких преступлений и может иметь при себе огнестрельное оружие. Он подозревается в убийстве и разбойных нападениях на автозаправке. В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции и ФСБ установили, что подозреваемый скрывается у родственников в Сафоновском районе, и задержали его при попытке к бегству. Задержанного преступника смоленские полицейские передали коллегам из Калужской области. Двум школьницам из Десногорска, драку которых транслировали в перископе, объявили выговоры, а родителей подростков оштрафовали. Напомним, резонансный случай произошел в Десногорске 4 марта. 14-летняя и 15-летняя девочки подрались около школы. За их конфликтом наблюдали другие подростки, которые выложили видео в интернет-сеть. Полицейскими была проведена проверка, после которой материалы были направлены на рассмотрение комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая, в свою очередь, и вынесла заключительный вердикт. И еще к теме. Два молодых парня были задержаны в Десногорске во время фотосессии на фоне режимного объекта. За нарушение порядка нарушителей задержали. Парней отправили в полицию вместе со сделанными снимками для дальнейшего разбирательства. В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Соответствующий документ уже подписан Дмитрием Медведевым. Решение об индексации было принято с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Это повысит уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов россиян. Третьи из них получают социальные пенсии. Целый месяц в 4-й школе Десногорска проходили уроки по здоровому образу жизни. 21 марта состоялось заключительное мероприятие. Подробности в нашем следующем сюжете. В актовом зале школы на профилактическое представление собрались учащиеся младшего звена. Агитационная бригада «Мы за здоровый образ жизни» для ребят подготовила настоящую концертную программу, в которую вошли и презентации о вредных привычках, и частушки, и даже инсценировка о никотиновой зависимости. В такой художественной форме мы доносим до детей основную нашу задачу и мысль о пагубном влиянии вредных привычек и психоактивных веществ на организм ребёнка. Акция «Неотложка» проходила в школе целый месяц, в течение которого педагогическим коллективом учреждения и воспитанниками проводились классные уроки, марафон частушек и конкурс презентаций. Всё лучшее было собрано и показано на заключительном мероприятии. Предлагается вернуть налог с продаж. Он станет альтернативной инициативой Минфина увеличить ставку НДС до 22%. По доходным налогам будут облагаться неоплаченные, но полученные услуги связи – банков, ЖКХ, перешедшие в разряд безнадёжных долгов. Правительство обсуждает введение налога. Рассмотрение идёт пока только по механизму, но ставка ещё неизвестна. Муниципальный этап шестого всероссийского конкурса «Живая классика» прошёл в читальном зале Центральной библиотеки Десногорска. Данный конкурс – один из масштабных проектов, принять участие в котором – большая честь для каждого юного чтеца. Подробности далее. В городском этапе конкурса приняло участие 15 человек шестых-десятых классов, победителей школьного этапа, из всех общеобразовательных учреждений Десногорска и Дома детского творчества. Литературный конкурс стал настоящим праздником. Выступления ребят отличались большим разнообразием. Каждый исполнитель продемонстрировал большой талант, творческие способности, вызвав у зрителей неподдельные эмоции и живой интерес. Все пять членов жюри отметили, как много выучили дети, какие большие отрывки и какие выбрали редкие книги, что, несомненно, вызывает восхищение. Существует такое мнение, что скоро бумажную книгу вытеснят электронную, и, возможно, не будет библиотек и не будет книг вообще. Этого не случится никогда. Потому что вечно живая классика и вечно живые классики. А живые они потому, что мы любим читать. И именно читатели дают им жизнь, дают им второе рождение. По итогам муниципального этапа конкурса «Живая классика» выбраны три победителя. Они примут участие в областном этапе конкурса, который пройдет в Смоленске. В Смоленской области установлены сроки запрета ловли рыбы. Он начнет действовать в регионе с 1 апреля. На Десногорском водохранилище с 25 апреля по 5 июня. А отлов щуки уже запрещен с 22 марта. В завершении выпуска новости спорта. В Смоленске впервые прошло первенство России по мини-лапте среди юниоров. В соревнованиях принимали участие 21 команда из 13 регионов страны. Лапта – древняя игра, обычный теннисный мяч и деревянная бита. Это все, что нужно, чтобы играть в русскую лапту. Пока этот вид спорта успел прижиться только в Смоленском и Угранском районах. Но организаторы первенства уверены, что со временем в лапту снова будут играть в каждом дворе. Соревнования по игре боча прошли в областном центре под девизом «Спорт равных возможностей». С 1994 года этот вид спорта был включен в программу параолимпийских игр. В России он развивается не так недавно. Пока тренировки по боча проводятся только в Смоленске. Но люди, увлеченные этой игрой, живут в разных районах области. И последнее. Олеся Степанюк стала победительницей международных соревнований по дзюдо. Соревнования среди слабовидящих прошли в бразильском Сан-Паулу. За медали боролись около 200 спортсменов из разных стран. В сборную России представляли 10 дзюдоисток. Смоленка Олеся Степанюк оказалась лучшей в весовой категории до 52 килограмм. С этих соревнований российские спортсмены привезли 10 медалей. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok